I have ways of blowing things off Здарова, ребятушки! С вами Ладушки, мы с вами продолжаем наше путешествие к, наверное, вершинам этого мира Транзистор тут, поехали дальше, попробуем как-то выкрутиться Прикольно, они систему тут сделали, вместо жизни у тебя такая штука с... ох, блин Нет, 4, 1, 2, 3 Собака докусает эту? Попробуем Попробуем Успокойся, хватит меня грызть, тварь мелкая Иди сюда Нормально Плюс 6% Фух, идем дальше, да пойдем-то пойдем, подожди У нас точка доступа есть, я сохранюсь У меня вернулись мои функции, да Да, 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 отлично Я, наверное, тогда Да, оставлю как есть У тебя знаете чем? Нет Вместо рикошета Я сейчас возьму себе А, изучить новое, ну-ка, биография Нойла Чейн В конкурсе на звание самого энергичного и инициативного жителя района Голдвок и в Клаудбанке Нойола, блин, Нейлона Нейлла Чейн наверняка заняла бы первое место Она посвящала более 66% своего свободного времени таким видам деятельности, как подготовка предписаний по улучшению неухоженных районов, обучения и беседы с жителями, регулярно игнорирующими голосование, а также защита групп жителей, не имеющих должного представительства Мало кому приходило в голову усомниться в ее мотивах, поскольку ее привязанность к своему району действительно была искренней Истоки этой любви уходили в приятные воспоминания о раннем детстве, которые со временем окрасились в ностальгические тона Однако у Нойолы Чейн имелись недоброжелатели, и они нанесли свой удар на открытие канала Голдвок, организацией которого она занималась Удаляем вот эту функцию сейчас И ставим вот эту Выбрать вот сюда Попробуем вот так Да, 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 подтвердить Я пока не вижу смысла в подфункции вот эти ставить, посмотрим как оно будет Возможно вот эти четыре слота вокруг, они имеют свойство заменять собой выбывшие, будем сейчас, будем посмотреть А что тут наверху? Подъемник на крышу 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 Вот это мне сейчас понравилось, кстати. Вот это у него ударчики. Так, может быть и двойкой, а потом четвёркой? А я его не могу бить, когда он мне покорен, вот это круто. Раз, два, три, и у него всё равно станет 50 тп, которыми он меня ищу собачить сможет. Ух, всё, пожалуй, да, это было сложно. Шестой уровень приехал, отлично. Так, ГЭЦ, функция магнетизм, смена положения. Притягивает цели к пользователю, действует сильнее противоотдельных целей. Возможность для большинства функций притягивает. Или же ПИНГ, скорость и эффективность. Кинетические заряды, вылетающие с большой скоростью по прямой траектории. Прямой. Уменьшает... Давайте, наверное, стоимость планирования хода. А, эффект слота ул... Всё, я понял, например... О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Наконец-то я понял, как она работает у них. Это всё написано, просто нужно было допереть до этого. Не знаю, я тупой, наверное, извините, ребят. Уменьшает стоимость планирования хода и увеличивает скорость атаки большинством функций и эффект пассивного слота, значительно увеличивая действие при движении во время хода. Я вас понял. Возьму вот это. Теперь нам нужно будет реорганизовать. Плюс один слот улучшений. Да, спасибо. А, на чём? Пусть будет на первом, я не против. Они же будут так ещё открываться по одному. Новый ограничитель. Бонус к уровню пользы. Клетки возрождаются в виде процесса значительно быстрее. А зачем мне это? Не хочу. Пользователь теряет доступ к шести или более ячейкам памяти. Возможно... Возможно удаление функций. Так. Значительно быстрее. Доступ к шести или более ячейкам памяти. Тогда вот это. Просто, может быть, не ставить его пока что. Я куда-то не туда пошёл? Почему у меня меч красный стал? Знаешь, я... А почему он слился? Что происходит? Так, ладно. Давайте немножечко покастомизируем. Значит... Я хочу вот эту штуку. Первое я, наверное, удалю. Вот это вот. Выбрать функцию. Сюда. Установить. Да, хорошо. Теперь читаем, что где даёт. Эффект активного слота. Эффект слота улучшения. Возможность для большинства функций оглушать и повышать уязвимость целей. Ну-ка, новые ограничители. Я не хочу его ставить, честно говоря. Бонус, да. А, ну типа общий бонус. Давайте я, наверное, вот этот вот сниму. Защиту эту сниму. Сила атаки. Процесс увеличивается вдвое. Случить новое. Не стоит волновать этот конкретный экземпляр. Нас, кстати, рекомендовалось бы не делать ничего подобного. Не беспокойтесь. На самом деле он очень послушный. Его нелегко разозлить, но лучше и не пытаться. Его огромный корпус наводит меня на мысль о том, что эта устаревшая форма менее эффективна. Не хватает каких-то способностей. Но специализация есть. Как и у всех остальных. Если бы мне не нашлось применения, то его бы здесь уже не было. Если бы вы только посмотрели на него, вы угадаете, для чего он нужен. Я уверен, вам нужен прочный фундамент для строительства. Значит, этот процесс вам пригодится. Я... Я не уверен, зачем мне это надо. Это... То есть это делает щит для... Это все усложняет мне игру. Так? Так. Это как бы увеличивает силу атаки. То есть дэмэдж всех нападающих на меня вдвое. Эта штука делает возрождение быстрее. Но так я не получаю. Да, так я не получаю бонуса. Хорошо, на здоровье. Но... Типа, нафиг оно мне надо. Эээ... Изучить новое... Простон Мойл... О! Исчезновение. Служба ОВСИ впервые заявила об исчезновении Мойла ровно пять дней спустя. Поскольку его приятели были уверены, что он вот-вот вернется, как обычно. Его близкие и друзья не особенно волновались первые три дня. Но, скажем, в следующем днем их беспокойство застряло в среднем на 84%. Постепенно это чувство передалось многочисленным фанатам яркого таланта Мойла. Однако администраторы отклоняли все заявления на организацию поиска пропавшего гонщика в закрытом районе. Оно и понятно. Где у нас еще новенькое есть? Вот тут. Солнцестояние. Административные ограничения, действующие в северо-западной части Голдвока, не совпадали с участком неба, которое требовалось перекрасить в соответствии с творческим замыслом. Однако, в связи со своим психологическим состоянием, Йон Дейл не обращала внимания на эти запреты и продолжала свою работу. Результат был ошеломляющим, и большинство свидетелей этой красоты не смогли найти слов, чтобы ее описать. Но, поскольку Йон Дейл умышленно проигнорировала прямые указания администрации, ей было запрещено рисовать на небе в течение срока, который во два с половиной раза превышал период, который она считала приемлемым. Она подала прошение о помиловании, и с ней связался администратор, который намекнул на наличие способов смягчить наказание. Такая возможность ее весьма заинтересовала. Так, ты у нас, пассивка что? Присвоение эффекта цепной реакции большинству функций. Я вот это вот, наверное, хочу установить вот сюда. Отлично. Джон, я могу снять? Удалить установку. Да, хорошо. Что я могу еще поставить? Вот это. Возможно для большинства функций оглушать и повышать уязвимость цели. Выбрать функцию и поставить ее вот сюда на четверочку. Да, улучшить. У меня что еще осталось? Два поинта. Два поинта. Я могу впихнуть повышение наносимого урона большинству функций при ударе в спину. А, в спину. Такой себе. Давай вот это вот. Выбор функции вот сюда же. Да, неплохо было бы. Назад. А, вот еще одна. Выбрать функцию. Давай мы ее вот сюда вот в запасную закинем. Вот так. У нас, получается, первая и четвертая немножко прокачаны. Есть? Есть. Как думаешь, есть кто-нибудь еще? Кроме меня. Сотни ступенек. А когда я смотрю вверх туда, где должно быть небо, я вижу тебя. И я знаю, что ты меня слышишь. Типа это за этим мы сюда пришли? Хорошо. Ладно. Теперь, наконец-то, я более-менее... У меня в голове все, вдруг, за одну минуту сложился весь этот пазл с ограничениями, с дополнительными функциями, как-то все работает. Наконец-то я все понял. Вот, не знаю, почему-то, сколько, две-три серии, три серии уже прошло. Я просто тупил и не мог понять, как, что, почему, и тут бах, и все вдруг сложилось, как-то за одну секунду. Да, такое тоже бывает. Хорошо. А нам теперь... А мы теперь не можем на этом уехать. Я что-то думал, что нам теперь просто обратно. Пойдем сюда. Патио. Мы на крыше твоего дома? Ну, наверное. Ну-ка. Я захожу просто с Эвицы. Погоди, а куда нам? Апартаменты номер три, но нам туда. Как мне теперь туда попасть? Сейчас, минутку, посмотрим, куда мы тут можем зайти, что мы можем сделать. Так, вот эти выходы, они нам никакого комментария не дадут. Наверное. Наверное, да. Так, тут сейв, там сейв. О, бассейн. Даже не сможешь искупаться, потому что тебе надо таскать меня. Ха-ха-ха-ха. А я не могу положить меч? Кстати, прикиньте, в этом, вот, в самом деле, нельзя положить меч. А, вот, тут, тут же проход есть. Че, эту плюта? Что такое? Ну, два. Ну-ка, четверка и сколько? 1 2 3 Нет, ну вот так в разы проще, конечно И ходов, смотрите, у меня сколько появилось Потому что я вставил вот эту вот Штучку, которая мне нужна Ну, последнюю, которую мы получили Та, 16%, мне сейчас будут давать без бонусов Гораздо меньше, но и игра будет идти гораздо проще Короче, посмотрим так Посмотрим так, как оно получится А потом уже северо-запад Бракет Тауэрс Подождите, я вообще собирался возвращаться Трансляция Терминал в городе неплохо работает, учитывая все обстоятельства Ну, так-то да По сути, я так думаю, что тут все разваливается В том числе из-за того, что Может тут какой-то, не знаю, хакер, не хакер Посмотрим Ниша Подойти ближе, черный ход Я хочу к себе домой зайти А, это сюда? Не, спасибо Я в порядке, а мы в порядке Нет, как? А почему? Вы издеваетесь Так, погодите А я не могу 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 Давай сюда. Да. Я не попал по нему, да? Пусть они друг друга мочат. Блин, то, что они телепортируются, вот меня вообще ни разу не радует. Ай, а что меня бьёт? А, вот что меня бьёт. А ты мелкий. Дамочка 2.0. Нельзя на неё много тратить. Успею? Блин, она просто взяла и телепортировалась от меня. Да, видите, так они превращаются в эту гадость маленькую. Довольно круто. Тридцать шесть. Не, ладно, знаете, я как бы подожду пока что. Подло, что они вышли сейчас. Ну, то есть, до этого я заходил, нормально было. Нам сейчас, наверное, ну ладно, поможем, я думаю, пойти дальше. Тут мы вроде посмотрели всё, что нам нужно было. Я бы не сказал бы, вот эти вот ребята, например, без ограничителей, я уверен, что они бы меня ушатали. О, с ограничителями. Поэтому... Так. Джон, кстати, троечку берёт. Это очень много. О, тут есть новое. Шумар Шесберг. Высадка. Завершив постройку персонального планера, однажды вечером Шесберг взлетел с крыши Хайра, из чем вызвал восторг тысячи зрителей, наблюдавших за ним земли. Он исчез из вида после того, как его скрыл густой туман, укрывавший голдуок. Однако фанаты продолжали подбадривать его в течение более чем сорока минут. Тем временем Шесберг завершил свой спуск согласно вечному плану. Однако он не предвидел, что несколько человек заранее ожидали его приземления. То есть, ставя их на разные места, я буду получать разные эти. Я понял. Канал задумывался как некое выставочное пространство для демонстрации энциклопедических произведений, созданных приверживцами нестандартных жанров. Ранее возможности самовыражения таких авторов были весьма ограничены. Внезапно на госпожу Чейн обрушились обвинения в провокации беспорядков путем привлечения внимания к ничтожным вопросам, не заслуживающим никакого внимания. Группа обвинителей была недовольна по 17 различным причинам, в том числе потому, что открытие канала вытеснило конкурирующее голосование за строительство станции метро. Благодаря новой станции жители Голдвука смогли бы добираться с соседнего квартала Хайрас намного быстрее. В ходе этого инцидента Найола Чейн невольно потеряла самообладание, и конфликт мог бы осложниться, если бы не вмешались на несколько человек, ставших на ее защиту. Позже эти люди предложили ей свою поддержку на случай, если подобное произойдет в будущем. Она согласилась встретиться с ними, не подозревая, кем они действительно являются. То есть, вставляя в разные слоты, мы можем узнать разную информацию. Видите? Например, в пассивной, гляньте. Что у нас сейчас в пассиве находится? Допустим, глаз, да? Значит, если мы вот это вот изучить... Ага, удалить... Теперь... Тут у нас все. Тут... Он не был как второстепенный, да? Если мы, допустим, поставим вот это... Так, это мы удалим. Если мы поставим вот этот, как выбрать функцию, как основной, основной, а вот этот поставим как второстепенный... Или, погоди, как пассивный статус? Ну-ка, улучшение, сведение... Эффект слота улучшения, эффект слот пассивного слота. Да, пассивный... Пассивный я его ставил, как слот улучшения. Так я же его только что поставил, как слот улучшения. А, выбрать функцию... Вот это. Улучшить. Возможно, теперь им нужно воспользоваться. Ай, блин, ну не знаю. Удалить. Ты выбрать функцию... Четверка установить. И к тебе... Ты выбрать функцию, как запасной. Установить. Что у нас там? Одно еще оставалось вот это вот. Выбрать функцию вот к тебе. То есть это нужно не просто побегать, а это нужно... Ну, не просто установить, а это нужно именно с ним побегать еще немножко. Окей. Посмотрим, как оно будет. Терминал UVC. Срочным требуется немедленный ответ. Ваши данные необходимы для оперативного оказания помощи в экстренной ситуации. Ну-ка. Городской совет настоятельно рекомендует всем жителям предоставить заявление на переселение в кратчайшие сроки. В высокой качестве больше результатов. К сожалению, в настоящий момент ваш запрос не может быть выполнен. Причина. Ошибка. Произошла неизвестная ошибка. Обратитесь к местному администратору. Да, мы продолжаем. Посмотрим, что будет дальше. Так, получается, мы сейчас вот этих вот бьем, да? Вот здесь вот защитная система появилась. Погоди. Оп. Давайте вот так вот, может быть. Блин, этих никуда пошли. Я-то, кстати, могу и проиграть, если че. Четверка пробивает? Пробивает. Давайте тогда мы этого грохнем и все. Пока эта гадость не превратилась ни во что. Да, видите, экспы, ну, прям меньше идет сейчас. Ну, и в принципе, ладно. Меня... А, к чему это сейчас? Ладно. Давайте сохраняться. Сохранение прошло. И все, тогда на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok